Если Кадырову дали генерал-полковника, то это звание теперь обесценено и добровольно отказаться от всех вот этих вот регалий, мне так кажется, потому что, ну вы смотрите, я сейчас вам покажу отрывок из того, что он там говорит на одной из таких встреч, я вам переведу, он говорит на чеченском, послушайте. И я должен был начать этот эфир с письма Лапина, очередного письма генерала, генерал-полковника Лапина, в котором он бы объяснял бы все то, что произошло, как многие... Вообще очень большой переполох по этому письму, предыдущему письму Лапина произошел, многие назвали это пранком, фейком, кто-то искренне в это поверил. В общем, и Лапин должен был мне написать письмо, он обещал, что напишет с очередным обращением к общественности. Но вчерашняя новость о вручении очередного звания Кадырову, звания генерал-полковника, по всей видимости, выбил из колеи генерала Лапина, и он сегодня не вышел на связь, не написал это письмо. Но я так думаю, что он воспринял это, справедливо воспринял это, как поддержка от федеральной власти, от Путина, поддержка в этом конфликте Кадырову. Так как Кадыров просто обрушился критикой на Лапина, Пригожин его в этом поддержал, и вроде как арбитром здесь должен был выступить Кремль, Путин, администрация президента, как минимум. И вместо того, чтобы поддержать Лапина, мы видим, ну вообще, как это можно понимать, да, вот они ждут, что сейчас какое-то там будет решение, и в этот момент Кадырову дают очередное звание генерал-полковника. Разумеется, Лапин это воспринял, как удар ножом в спину, и я думаю, что просто ушел человек в запой, наверное, сейчас находится в нетрезвом состоянии, в состоянии очень сильного стресса, человек огорчен, разочарован, и его можно, наверное, понять. Поэтому давайте пожелаем ему скорейшего восстановления. А Кадырова, наверное, давайте поздравим с включением этого очередного звания. Генерал-полковник, это звание очень серьезное. Я думаю, что Кадырову нужно будет забрать звание маршала, это у тебя следующий этап. Обязательно, Кадыров, тебе нужно маршала забрать, генералиссимуса забрать. И я надеюсь, что ты также заберешь звание адмирала. То есть все-таки морской флот тебе тоже нужно покорить, тебе нужно выходить в море, Кадыров. На земле ты уже всех победил, ты уже всех разогнал, всевозможные звания ты уже получил, но не считая маршала, генералиссимуса. Я думаю, это год-два, к следующим двум дням рождения тебе, наверное, это дадут. И тебе нужно переходить уже на морской фронт. И завоевывать теперь морские какие-то звания, награды и так далее. В общем, ждем, когда из тебя сделают адмирала. Но раньше, когда Кадырову дали героя России, у нас в Чечне была такая шутка, может шутка, может реально, правда, не знаю. Говорили, что такие герои России, как Киев Магомед, в частности про Киев Магомед это говорили, что якобы они свою медаль выбросили. Типа, когда дали Кадырову, сказали, все, теперь и эту медаль можно покупать за деньги и выбросили. Вот мне кажется, сейчас такая ситуация, когда вот эти вот генерал-полковники российских вооруженных сил, наподобие Лапина, например, мне кажется, они должны сейчас в себя эти погоны просто снять, сказать, все, если Кадырову дали генерал-полковника, то это звание теперь обесценено и добровольно отказаться от всех вот этих вот регалей, мне так кажется. Потому что, ну вы смотрите, вы, генералы, вы с таким трудом, кровью и потом добивались этих званий. Вы убивали чеченцев, вы убивали сирийцев, вы убивали грузин, вы убивали и убиваете теперь украинцев. Вы своей кровью добывали эти звания. А тут человек, в свое время предавший свой народ, перешедший на вашу сторону, и вы знаете его сущность от того, что он стал работать на вас. Вы же от этого любить его не стали. Вы его так и презираете, как и мы. У нас с вами в этом плане к нему отношения одинаковые. Что мы его презираем, что вы его презираете, несмотря на то, что он на вашей стороне. Вы его сущность прекрасно понимаете. Для вас это то же самое, что от вас человек перешел бы, вас бы предал. Вот у вас отношение к нему ровно такое же, как к нечистоте, как к чему-то омерзительному. И вы видите, как ему ни за что, да, безусловно, у него, конечно же, гораздо больше заслуг по уничтожению чеченцев, на самом деле, чем у вас. Он над нами издевается похлеще, чем это делали вы. Но, тем не менее, он предатель. И я знаю, что вам очень неприятно понимать, что ему дают звания, которыми вы гордитесь. Вы этим щеголяете. И теперь, когда вы, допустим, где-нибудь там у себя в армии, в кругу друзей, в каких-нибудь там компаниях, вы с какой-то гордостью скажете, я генерал-полковник, вам ответят, и чё, вон, Кадыров тоже генерал-полковник. И это настолько обесценит это ваше звание. Я, в общем, вас понимаю, как бы там ни было, хоть вы и наши враги. Но враг – это всё-таки человек, который в любой момент может перестать быть врагом. Мирный договор, заключение мирного договора делает врагов либо союзниками, либо просто там людьми. Они перестают быть врагами, а иногда даже становятся друзьями. Немало таких примеров. А предателем он никогда не станет, он не перестанет быть предателем, он никогда, тем более, не станет там приятелем, другом, товарищем и так далее. Поэтому я вас понимаю, на самом деле, действительно, то, что с вами делает ваше командование, то, что с вами делает Путин, это крайне унизительно. Вас унижает. Я не скрою, это радует, меня это, конечно, радует, что вас таким образом унижают, что это делают через Кадырова, вас унижают. Это приятно, я считаю, что за что вы боролись, на то вы и напоролись. Но принимайте меры, дорогие генералы. Томсо, привет, жду рубрику «Письма генералов». Каждый стрим, здоровья тебе. Павел, извини, сегодня не будет письма. У генералов там шок, стресс в связи с очередным званием Кадырова. Так что, я думаю, в следующем, если к следующему эфиру они придут в себя, то получим, наверное, какое-то письмо. А может быть, они вообще коллективное напишут письмо. Шаманов, Лапин, этот, студеникин, может, они все вместе нам напишут, кто его знает. Да ладно, я даже не знаю, как тебе на этот вопрос ответить. Он спрашивает, письма от генералов, это серьезно, они были эти письма, или это была шутка. Я лучше оставлю, наверное, эту интригу, пусть это так и повиснет этот вопрос. Если он реально вызывает вопросы, если люди задаются вопросами, правда ли это, либо это шутка, то, значит, пусть это так и будет. Пусть люди задаются этими вопросами. Счастливче, генерал-полковник. Я думаю, что пока он не возьмет вот этот, эти все морские звания, ну, ни мы, ни он, мы не должны, все вместе мы не должны успокаиваться. Он должен стать адмиралом морского флота. Так, еще, на этой неделе у нас была новость от Кадырова, что он якобы отправит своих трех несовершеннолетних отпрысков воевать в Украину. Как вы знаете, его, не только я, его все практически упрекали в том, что он столько грозился, все эти годы он грозился, скажите мне, где джихад, я первым туда поеду, я возглавлю, я буду там воевать. В итоге, сейчас они объявляют Украину зоной джихада, но ни сам Кадыров туда не едет, и никто из его родственников туда воевать, погибать не едет. Но, тем не менее, он отправляет туда всевозможных чеченцев, заставляет, принуждает, но сами они туда не едут. Естественно, мы его все в этом упрекали, и вот он решил, типа, такой ответ нам сделать, мол, вот все вы увидите, что вот мои дети несовершеннолетние, а им 14, 15 и 16 лет. Самому старшему 16 лет, это Ахмад. Значит, я их, говорит, отправлю на передовую в самое пекло, он их решил отправить. Кстати говоря, неплохо было бы их подчинение Лапину отдать, чтобы они там повоевали. В общем, сказал, что отправит, и все. Пока больше мы не видели, чтобы он их туда отправил, но мы видели там его племянника Хамзата. Это было до того, как он сделал это объявление, буквально за день до этого он отправил туда своего племянника, и это все, естественно, начало транслироваться по ЧГТРК «Грязный», местному пропагандистскому каналу Кадыровскому. Они показывали, вот, мол, значит, Хамзат Кадыров приехал в Украину в зону военных действий. Нигде, конечно, не уточнялось, где он именно находится, показывали просто ДНР, что он находится типа в Донецкой области. И он там что-то встречался с этими Кадыровскими представителями Кадыровцев, в общем, какие-то там проводил разъяснительные беседы, что-то, короче, происходило. И я сейчас вам покажу отрывок из того, что он там говорит на одной из таких встреч, я вам переведу, он говорит на чеченском, послушайте. Мы здесь, он говорит, я здесь рядом с вами, любые какие-то ваши пожелания, если что-то нужно, у нас есть связь, он говорит, у каждого есть рации, связывайтесь, любое там, все, что нужно, мы вам предоставим. Говорит это и буквально все, на следующий день он уже идет, вот как вы видите, рядом со своим дядей, с Раузаном Кадыровым, он уже находится в Грозном. Это происходит на следующий день после того, как он вот здесь говорит этим людям, я здесь с вами рядом, теперь, если что-то нужно, просто вот есть у каждого рация, просто связывайтесь, связь у нас есть. Просто говорите, что вам нужно, я вам все предоставлю, заверяет этих людей, что я здесь с вами, и на следующий день он уже идет рядом со своим дядей в Грозном, то есть этот человек находится, а на следующий день после этого он открывает в Грозном какой-то турнир по парашютному спорту. Вот, посмотрите. Вы рады приветствовать участников международных соревнований по парашютному спорту, приуроченных к 70-летнему юбилею президента России Владимира Владимировича Путина, и участников финала Кубка России по купольному пилотированию имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. И эти кадыровские отпуски тоже находятся рядом с ним, то есть все, его война закончилась. Он поехал в Украину, якобы на передовую, отснял всю эту необходимую картинку, ровно, понимаете, один день на это потрачено, чтобы создать картину, что вот племянник Рамзана Кадырова, его ближайший родственник, типа приехал воевать. Но на этом вся его война закончилась. Но самое интересное, что он этим людям, он заявляет, которые собрались вокруг него, они реально там находятся, они реально там воюют, гибнут, то есть это действительно там находящиеся люди. Не знаю, вот именно они участвуют ли в каких-то там боях, но они, по крайней мере, находятся там постоянно. И он им говорит, я здесь, он говорит, я рядом с вами, связь у нас есть. Если что, просто вот по рации, значит, связывайтесь, что надо там. На чеченском говорит, что надо, мол, вам предоставлю. И все, потом сразу берет ноги в руки и уезжает обратно в Грозный и начинает там открывать какие-то конкурсы. Кадыров, если твои вот эти трое твоих сыновей, они тоже таким образом будут там воевать, то можешь даже не отправлять их туда. Ты можешь прям там в Грозном где-нибудь снять это шоу. Просто вместо Грозный вот сбоку у себя напиши там ДНР, ЛНР, Херсонская область. Что-то такое, напиши, снимите это шоу. Если все это ради одного дня, ради вот этих вот съемок в один день, то зачем им лишний раз туда ехать, тратить на это деньги, средства? Зачем тебе это? Прямо там на месте, сымитируйте это все. Чингиз Ахмадов знает, как это делать. У них есть все необходимое. Декорации, людей собрать. Короче, сымитировать, что они находятся в зоне боевых действий, никаких проблем нет. Поэтому лишний раз не напрягайся. Мы тебя поймем, мы и так это примем.